Просто кого-то порадует. Смотри. Нужным сделать, то у вас, скорее всего, получится какой-то грибной крем-суп или просто грибной соус. Если у вас нет вот такого приборчика, вы просто тогда мелко-мелко всё нарежете и всё. Вот я нарезала мелко вот такую вот кашу, но это никакой не крем-суп. Как это вкуса? Горно. Это хочется съесть, честно. Берём нашу вот эту вот кашицу грибную и складываем её на нашу курочку. И с пакетиком нам сейчас будет очень-очень легко всё это завернуть. Смотрите, как это легко делается. Всё, готово. Я взяла формочку вот такую вот. И сейчас вот так раз. Чик-чик. И всё. Смотрите, вот это бомба. Теперь у меня получился вот такой вот красивый крем-суп. А внутри там грибочки. Ох, бомба! Ставлю эту в духовку градусов на 240, наверное. Вот у меня уже разогрета духовка. Если есть гриль верхний, включайте гриль верхний. И когда вот у вас, вы увидите, что уже прям вот зажарилось, тогда бросаем сыр. И пусть ещё сверху сыр зажаривается. Если мы сейчас вот это всё сыром посыпем, то в духовке оно у нас начнёт вариться. Потому что сыр же накроет курицу. И курица не зажарится. И что-то да. Вот так вот. Видите, подзапеклось как. И сейчас я буду добавлять сыр. Ну, а теперь снова всю эту духовочку. Вот посмотрите, как у меня гриль. Видите, сверху? Вот такой гриль я всё вставила. Кусняшечка у нас получилась. Теперь мы просто разделяем. Сейчас посмотрим, как у нас внутри получилось всё. Ох, это очень нежно. А внутри грибочки. Если есть, то я уже не могу. Всё, кайф, я есть. Вот такая вкуснятика у меня сейчас получилась. Это прям очень вкусно. В духовке долго не держите. Прям вот, не знаю, наверное, за 7 минут у меня всё приготовилось. Может, даже меньше. Может, там вообще-то и 40 градусов было. Ура! Мне сейчас пришли кроссовки, о которых я так давно мечтала. И я их так долго искала в этом свете. Супер сильно переживала за их оригинальность. Потому что сейчас на рынке просто полно их копин. Но мне было важно, чтобы они были оригинальными. И поэтому я их заказала у ребят. Я вам сейчас оставлю ссылку, чтобы вы тоже заказали себе оригинальные кроссы. Посмотрите, какие они клёвые! Здесь ещё светоотражающая полосочка. Синяя. Обалдеть! Вообще, я очень рада, что я их нашла. Потому что там столько лимитированных коллекций крутых кроссовок. Вот обязательно зайдите и посмотрите. Ребят, кому интересно, где я покупала свой крем-чиз для чизкейка и для своих булок Синабон, где я покупала маскарпоне. Вот, я ещё, кстати, вот такой крем-чиз купила, он тоже классный. Маскарпоне я покупала сегодня в сладкой жизни, реально. За вот эти вот 2 килограмма я дала 700 рублей. Крем-чиз... Вот этот крем-чиз стоит 170, по-моему. И маскарпоне у них просто по самым низким ценам. И это реально кайф. Кстати, у них сейчас проходит конкурс, где они дарят сертификаты на еду. И всё, что вам нужно, это просто приготовить какое-то блюдо, отметить их. В общем, там дальше выложу вам сейчас какие условия конкурса. Честно вам, от души советую. Магазин прям вот радует меня. Я сейчас буду снова там заказывать себе продукцию. Я сейчас вышла на улицу, чтобы пойти дойти в свою квартиру. Вот это в этом доме. А я сейчас живу вот в этом доме. Очень близко будем жить с братом скоро. Это мой брат идёт. Юрец, здорова все с моими подписчиками. Здорово. Ой, что-то класс заслезился. Так, ну всё, идём на квартирку. Вот такой вот у нас подъезд. Красивый очень. Пока тут постелили линолеум. Но дальше будет очень красиво. Есть зеркала, но, конечно, хотелось бы побольше зеркала. Такая вот штука непонятная. Это лифт. А это... Чё ты не текаешься, Юр? Сам-то петух. Петух. Блин, сейчас реально обидно. Ну да, я отправила деньги девочке, которая написала 59 первая. Но это же не важно, ведь я отправила деньги и победительнице. То есть это мне должно быть обидно, что я профилонила числа и неправильно их посчитала. Но факт остается фактом, что победительница, которая написала 67, деньги были переведены. И всё. Зачем писать мне, что я, ну, что-то делаю нечестно? Ведь всё честно. Ребят, посмотрите, как я составила композицию. Я явно не флорист у мамы, но вот ромашки, они очень красивые. Я просто захотела их как тюльпанами разбавить, знаете, что-то красное. Ну, что-то у меня не очень вышло. А это я вазу сама смастерила. Это был шейкер. И я её обмотала скотчем вот таким. Тоже возьмите себе на заметку. Отлепилось что-то, блин. Мы снова вышли на улицу. То, что у меня, блин, снял телефон. Кстати, насчёт окошка, насчёт сегодняшнего конкурса я всё напишу вечером. Не переживай. Да не дуй ты на меня. Я сейчас буду варить конфет с кубличкой. Пока ещё заморожено. Сейчас кубник подешевлеет. Буду варить компот уже со свежей клубники. Ну, вот это тоже хорошая. Такая огромная. Мой любимый компот, да, та компот с клубникой. И два, да, Юр? Опять эта маска нос калечит. Ребят, да поняла я уже, что это хризантемы, а не ромашки. Кто знал? Они же похожи. Вообще невероятно. Я же не знала, что это ромашки, хризантемы. Я-то не знала, что у меня за цветок в комнате растёт. Ну, не разбираюсь я в этих цветах. И что? Ну, и что? Ребят, сейчас самое интересное. Вы должны найти на моих сторисах цифры, сложить их и написать правильный ответ вот в это окошко. Только победитель будет не тот, кто напишет первым, а тот, кто напишет последним. То есть через 24 часа, когда вот эта история с окошком уйдёт, я открою окошко и посмотрю, кто же последний написал правильную цифру. Всем удачи!